В Москве прошел 16-й форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В мероприятии приняли участие главы двух стран. Касымжимар Тукаев и Владимир Путин обсудили пути дальнейшего укрепления связей во всех направлениях, наращивая сотрудничество с соседними областями. Подписан ряд документов. Товарооборот Казахстана и России за годы независимости вырос почти в три раза. Если вначале он был 4-5 миллиардов долларов, то сегодня цифра может достигнуть 20 миллиардов. Приводим данные за 8 месяцев текущего года. Как видим, проблемы заключаются в объемах импорта и экспорта. На казахстанском рынке много российских товаров, а у соседей слишком мало товаров из Казахстана. Все так же большинство экспорта в Россию составляет сырье. В основном медь, цинк, золото, сырая нефть и железо. Наша страна импортирует транспортную технику, бензин и даже продукты питания. Наша границ, близость позволяет объединить усилия. В данном случае я не скажу, какой конкретный проект сегодня занимает моих коллег. Но я точно не знаю, что от соединения наших усилий выигрывает все. В целях повышения интересов отечественных товаропроизводителей в нашей стране было создано Министерство торговли и интеграции. Его руководитель Бахасултанов дал специальное интервью в Омске и признал, что есть много нерешенных вопросов. По его словам, российский рынок по-прежнему работает в своих интересах, особенно в торговле, что не является оптимальным для союзной страны. Когда США ввели санкции, российские губернаторы начали часто проверять товары в магазинах. Есть соответствующие законодательные решения, но руководители регионов создают препятствия. Первое обязательство нашего министерства – устранить такие барьеры. Делегация из Казахстана и прибывшая в Омск затронула все проблемные встречи, которые прошли в рамках форума. Эксперты говорили об общем рынке, о справедливых взаимоотношениях в рамках Союза, так как в последнее время губернаторы переграничных областей стали препятствовать казахстанским товарам. Они не хотят открывать свои рынки. Вы знаете, цены в Казахстане дешевле, чем в России. В нашей стране много заводов, которые производят качественную продукцию. Эти товары можно поставлять в Россию. Мы решили посетить несколько магазинов в Омске и найти товары из Казахстана. Обнаружили только 2-3 магазина. Администратор мини-маркета говорит, что доля продукции из Казахстана составляет всего 2-3%. В Казахстане есть несколько областей, граничащих с Россией. Только некоторые из них стали реально выходить на российский рынок. Как известно, по шагуни форум проходил в Петропавловске. Результатом стало то, что регион получил возможность открыть магазины в Омске. В Омске мы открыли 9 магазинов. Продаем около 200 различных продовольственных товаров. Вопросы торговли между Казахстаном и Россией были широко обсуждены на форуме. На встрече также были затронты вопросы дальнейшего совершенствования отношений. Говорилось, прежде всего, о необходимости устранения барьеров и борьбе не с последствиями, а с причинами. Важно и очень показательно. В 2003 году в Омске спустя 16 лет делегация из Казахстана вновь приехала в этот город. На этот раз чаще говорили о возможностях отечественного рынка. Было отмечено, что казахстанская продукция соответствует требованиям рынка и выдерживает конкуренцию. Особенно верится в то, что продукция сельского хозяйства и товары легкой промышленности теперь будут свободно переходить в союзную страну. Президент Касым Жамар Такаев напонял представителям исполнительной власти не только о проблемах, но и о своевременном и качественном исполнении. Если говорить о результатах форума, то многие отечественные предприятия нашли потребителей и заключили договоры.